Виталий Никифорович служил на подводных лодках еще в Советском Союзе на первом послевоенном проекте, который строили на Сормовском заводе. Был инженером-механиком, а в отставку ушел капитаном второго ранга. Он, как никто, знает, что подводники героические люди. Подводный корабль гибнет всегда вместе со всеми. Все за одного, все за всех. Я желаю всем подводникам, которые сегодня плавают на подводных лодках, успехов. Во всем. От имени ветеранов флота подводников. У памятника подводной лодки С-13 в Кремле собираются и ветераны-подводники, и кадеты, и чиновники, и просто прохожие. У многих в руках цветы. Все они вспоминают историю подводных сил России. В этом году им исполняется 110 лет. Именно Нижний Новгород стоял у истоков создания русского подводного флота. В 1904 году мы с вами знаем, что на стапелях Балтийского флота была построена первая русская боевая подводная лодка. Через 25 лет уже завод «Красная этна» начал строительство Нижегородской подводной лодки, известной знаменитой серии «Щука». Но успехи подводного флота не остались в прошлом. На рейд выходит самая современная титановая подводная лодка, атомная многоцелевая, построенная в Сормове, на заводе «Крас Сормов». Мы гордимся тем, что у нас наша подводная лодка, которая носит гордое имя Нижний Новгород, выполняет поставленную сдачу. Нижегородские подводные корабли, среди которых и атомная подводная лодка «Нижний Новгород», и сегодня находятся на боевом дежурстве, охраняя морские рубежи.